Добрый вечер, я Кристина Терещенко и это ежедневный дайджест от команды новостей Донбасса. Все о событиях войны по обе стороны линии фронта на Донбассе. Та самая горячая фаза битвы за Донбасс, похоже, наступает. Адская ночь была для Авдеевки Донецкой области. Там мощнейшими обстрелами российская армия накрыла все районы города. Минимум три человека получили ранения. Детский сад и по меньшей мере 20 жилых домов повреждены. Ссылаясь на информацию от местных жителей, экс-директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов пишет, что произошел, цитата, один из самых жутких обстрелов города с 2014 года. Буквально после обеда сегодня войска РФ начали штурм Лимана Донецкой области. Вот на видео, опубликованном оккупантами, зафиксировано как своими снарядами, они стреляют прямо по жилым домам частного сектора. Количество жертв уточняется. По информации от наших источников в городе, северная часть Лимана была захвачена россиянами. Бахмут, Николаевка и ряд других городов Донеччины за минувший день обстреливались из всевозможного вооружения оккупантов. Представьте, только за сутки 74 объекта инфраструктуры разрушены в той или иной степени, а 6 человек оккупанты убили. Примерно такое же количество разрушений, как и в Донецкой, терпит и Луганская область. Там за прошедшие сутки порядка 70 объектов инфраструктуры пострадали. В Лисичанске от обстрела погибла женщина, снаряд попал в ее дом. Продолжаются попытки оккупантов захватить северо Донецк. Он полностью под контролем ВСУ. В 30 километрах от него идут бои в поселке Тошковка, сообщает областная власть. А в больнице Днепра, к сожалению, скончалась 12-летняя девочка, за жизнь которой врачи боролись более двух недель после обстрела россиянами города Приволье Луганской области в начале мая. Тогда на месте погибли еще двое детей. Безопасных маршрутов для эвакуации из Луганской области больше нет. Сегодня, в буквальном смысле, под обстрелом из Горского эвакуировали 18 человек. Судьба сдавшихся в плен украинских военных с АЗОВ Сталит до сих пор под вопросом. Украина ситуацию пока не комментирует. Видимо, ведутся попытки договориться с Россией об обмене. Такую возможность, кстати, там не исключают. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Андрей Руденко. Ранее в информационном поле обсуждалась возможность обмена защитников Мариуполя на украинского политика кума Путина Виктора Медведчука. Но об этом вряд ли пойдет речь, отметил пресс-секретарь российского президента Песков. Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины. Он не имеет отношения к России и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на АЗОВ Стале, речь идет о военных и членах националистических формирований. Советую подписаться на наш канал, потому что мы собираем и передаем вам самые главные новости о ситуации на Донбассе по обе стороны линии фронта. Не тратьте время на поиски. Подписывайтесь на наш канал и смотрите дайджест. Донбасс без газа. Основной транспортировочный узел, который вел газ из Луганской в Донецкую область, захвачен россиянами. Они, естественно, подачу газа перекрыли. Резервный узел был поврежден обстрелами при попытке оккупантов отрезать Луганщину от трассы Лисичанск-Бахмут и ремонту пока не подлежит. Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщает, что в ближайшее время нужно быть готовыми к полному прекращению газоснабжения на Донбассе. И в ближайшее время это считанные дни, потому что уже с сегодняшнего дня Донецк Облгаз информирует о прекращении распределения природного газа потребителям. Потребителям природного газа необходимо перекрыть газовые экраны на газовых приборах, газопотребляющем оборудовании и на газопроводе к приборам. Перекрыть запорные устройства на газопроводе вводя в частный дом, касается только частного сектора, коммунально-бытового объекта, промышленного предприятия. Ряд населенных пунктов переподключить удастся, какие именно, вы видите на экране. Хаотичные захоронения и дожди могут подтолкнуть Мариуполь еще ближе к эпидемиологической катастрофе. Дождевая вода, которая смывает последствия гниения мертвых тел в городе и мусор стоит на улицах Мариуполя, потому что ливневки и канализации забиты. Сегодня эти хаотичные захоронения, которые есть в городе, и все вот это будет определено летним периодом времени, то есть повышением температуры и ливневыми характерными дождями для города Мариуполя. Вот это все неорганизовано попадет в реки, попадет, соответственно, в море и попадет в те креницы и в те колодцы, где сегодня добывают люди эту питьевую воду. То есть мы должны понимать, что таким образом, это сейчас говорю не я, говорят сегодня наши уважаемые доктора, что это, к сожалению, приведет к колоссальным последствиям, которые могут унести тысячи жизней мариупольцев. Россия и подконтрольные ей группировки ЛДНР все пытаются скрыть незаконную мобилизацию мужчин в ряды боевиков. В своих информационных пабликах стали разгонять сюжет с российского телеканала НТВ, в котором рассказывают, что протесты жен мобилизованных у военкоматов в Ровеньках – это все дело рук чуть ли не забербованной агенши. Вот небольшой отрывок. Из романтической плоскости в деловую отношения с Виктором перешли недавно. Девушка сообщила ему, что потеряла работу. За 300 долларов в месяц бойфренд в погонах предложил ей писать провокационные сообщения в группах и закрытых чатах, где общаются родственники мобилизованных луганчан. Я типа тоже как жена военного должна буду писать. И должна была писать, что мужу все плохо. Лицо у девушки закрыто, а из доказательств какая-то смс-переписка, которую, конечно же, подделать никак невозможно. В сюжете говорят о том, что якобы все у мобилизованных мужчин хорошо, и те даже были в шоке, когда вернулись. Их мужья, на время вернувшиеся после выполнения боевых задач в Луганск, были в шоке, когда зашли в интернет и узнали много нового о своем критическом положении. Информацию, которую вижу я сейчас в сети, это ложь и провокация. Очевидно, что в реальности ничьи мужья не возвращались, разве что в гробу. Потому что, согласитесь, было бы логично пригласить на интервью вот этого некого солдата и его жену, которая подтвердила бы, что ее муж вернулся. В реальности три месяца мужчин без боевой подготовки держат на передовых позициях оккупантов. По информации из ряда наших источников на оккупированных территориях, небольшими группами женщины часто приходят в военкоматы в различных городах. Просто именно случай в Ровеньках был задокументирован на видео. Эти пропагандистские СМИ могут попытаться обмануть малую часть людей, но уж точно не замылят глаза практически каждой семье на оккупированной территории Донбасса, из которой забрали мужа, отца или сына. Это все на сегодня, но больше информации круглосуточно вы можете читать в нашем телеграм-канале Дежурный по Донбассу. Тут на ютубе ждем ваши комментарии с мыслями о происходящем в Украине. Будем все читать, будем на связи. До завтра. По этим ссылкам больше роликов от нашей команды новостей Донбасса. Не пропускать новые поможет подписка. Продолжение следует...